Здравствуйте. Рада вас есть. Проходите. Нашей съемочной группе у порога своей квартиры она совсем не удивлена. Понимает, что новый статус обязывает и что за титулом не только слава, популярность, любовь зрителей, яркие воспоминания, но еще и работа, общение с журналистами, подготовка к международному старту. А по поводу того, что сегодня ее красотой восхищается весь Брест, она скромно говорит. В принципе, нет, я не замечаю изменений. Все как было, так и есть в университете. Все обычно. Просто преподаватели начали какие-то замечать, люди поздравляют. Именно у нее, 18-летней студентке Технического университета Влады Водяновой, заветная корона – произведение ювелирного искусства. Этот атрибут красавицы – хорошая награда, но сегодня нужно сосредоточиться на другом – учеба на первом месте. Я буду готовиться к сессии пока что, потому что конкурс меня немножко оттянул от учебы. Она стала на второй план на последние пару месяцев, и мне нужно нагонять очень сильно. И я думаю, что сейчас я усиленно позанимаюсь в университете, а потом пущу все свои силы на конкурс. Наверное, это какое-то воспитание с детства. В меня вкладывали, что человек должен быть образованным, он должен быть умным, начитанным. И я всегда воспитывалась на примере своих родителей. Красота по-белорусски. Вместе с десятью соперницами Влада блистала под цветом софитов и камер. Сегодня нам она признается – за ярким макияжем, высотой каблуков и блеском вечернего платья стояло многое и разное – волнение, интерес, мотивация и, конечно же, мечта – примерить ослепительную корону. Но вместе с короной она приобрела нечто большее. У меня появилось достаточно большое количество новых знакомых, интересные люди, новые места, в которых я никогда раньше не была. Это новые горизонты. И вроде бы прописная истина, банальность, клише о том, что именно красота должна спасти мир. Но сегодня эти слова актуальны как никогда, ведь речь идет не столько о внешней, сколько о красоте внутренней. Влада Водянова и вправду может обезоружить одним лишь взглядом и искренностью, что идет от сердца.